Эту встречу Вениамин Кондратьев предложил начать с минуты молчания в память о тех, кто в борьбе за правду и свободу слова отдал свою жизнь. Разговор губернатора с руководителями главных краевых СМИ по стечению обстоятельств пришелся на день памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Чтобы миллионы зрителей, читателей и слушателей узнали правду, каждый день сотни корреспондентов и операторов рискуют жизнями в горячих точках. Но в мирном Краснодарском крае сегодня нет никаких преград, чтобы новости Кубани были честными, считает Кондратьев. Отвечая на один из первых вопросов, он акцентирует, в регионе нет цензуры и запретных тем. Какие вы видите приоритеты в работе со средствами массовой информации региональными? Ну, пускай не в частности информационная политика, но важные приоритеты. Приоритет какой? Один у меня объективность. Не с точки зрения чьих-то либо интересов, а с точки зрения объективного подхода. Если есть субъективные чьи-то действия, значит, надо назвать их. Но объективно назвать субъективные действия. Ни в коем случае не сгустить краски или, наоборот, не разбавить. Поэтому у меня приоритет только один. То есть объективный подход средств массовой информации к любому вопросу. Вот поверьте, к любому. И никакого запретного вопроса быть не может. Или запретной темы. Уже спустя несколько минут становится ясно, эта встреча скорее большая пресс-конференция. Главные редакторы и директора местных телеканалов, газеты, интернет-порталов не упускают возможности задать вопрос губернатору. Не сдерживая профессионального любопытства, спрашивают о спортивных пристрастиях, семье. Но основная часть вопросов, конечно же, о принципах работы. Некоторые журналисты даже пари заключали, кто будет из следующих уволенных в команде губернатора. Сейчас сформирована ли полностью команда губернатора? Какие еще сюрпризы нас ожидают в этом направлении? И понимаю, что прошло очень мало еще времени, но оправдывают ли надежды те люди, на которых вы возложили такие серьезные обязательства? Конечно, я сегодня сам переживаю. И хотел бы сам узнать ответ на вопрос, который вы задали. То есть оправдают они себя или нет? Переживаю, наверное, больше, чем они сами за себя. Потому что ответственность, вот я очень сильно ощущаю эту ответственность перед, в первую очередь, президентом за оказанное доверие и перед народом. Я не сторонник революции, революции нет. А те коллеги, которые явно не смогут через полгода что-то показать, ну, безусловно, и они будут перезагружены. Вспомнили и о недавней сессии ЗСК, когда кубанские депутаты раскритиковали команду мэра Краснодара. Владимира Ивланова спрашивали о нехватке детских садов, школ и застройки в зеленых зонах города. Что, на ваш взгляд, должна сделать городская команда, на чем она должна сосредоточиться, в первую очередь, для того, чтобы преодолеть вот те негативные моменты, на которые справедливо указывали депутаты в ходе этой сессии. Городская команда должна, в первую очередь, показать результат. Сегодня никто не мешает остановиться и остановить процессы, которые не в интересах города. Поэтому, если мы это увидим, что это произошло, то в этом случае результат есть. И в этом случае, конечно, говорить о том, что необходимо полная перезагрузка администрации Краснодара не приходится. Но если мы в ближайшие 3-4 месяца, 5 или полгода не увидим результатов, которые позволят сегодня снять претензии со стороны депутатов, законодательного собрания, жителей Краснодара, то, конечно, здесь можно, как вариант, говорить о полной перезагрузке. Но я надеюсь, что Владимир Владимирович все-таки сможет сегодня ситуацию взять под свой контроль. Дружественная обстановка, чай с конфетами, откровенная беседа добавили встречи неофициальности и даже праздничного настроения. Отсюда и вопросы о предстоящей новогодней ночи. Праздник состоит в том, чтобы создать эту атмосферу. Но все это должно проходить в семье. То есть это семейный праздник. Для меня самая главная традиция и подарок на Новый год, чтобы семья собралась вместе. Губернатору задавали абсолютно разные вопросы. Вениамина Кондратьева руководители краевых СМИ не отпускали больше двух часов. Но спросить журналистам, кажется, еще есть о чем. На что глава региона пообещал, что это первое после официального вступления в должность встреча станет далеко не последней. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань, 24, Краснодар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!